Дежурная бригада А все потому, что цвет у нее такой же – розовый Дежурная бригада Мы находимся между 33 и 37 домами по улице Народовольческой А эта лестница – часть перехода через лог Но с ней-то как раз все в порядке Опасность затаилась в траве Буквально в метре от пешеходной зоны и автопарковки И это открытый колодец с глубиной в несколько метров На дне его что-то журчит Скорее всего, вода Только по звуку его можно определить Сразу и не заметишь К чему это все? К тому, что если есть колодец То на нем обязательно должна быть крышка Где бы он не располагался Похожая коммунальная история Во дворе дома номер 4 по улице Гайдара Разве что открытый колодец видно издалека Но зато находится он неподалеку от детской площадки Чем, собственно, местные ребятишки частенько пользуются Внутри колодца есть металлическая лестница Так вот, мальчишки по ней в него и спускаются То ли в черепашек-ниндзя играют То ли в коммунальщиков Но лучше бы все же приехали сюда настоящие специалисты И закрыли колодец крышкой Что называется во избежание Мы уже заметили, что пермские вороны нынче Какие-то особо активные и смышленые Эту футболистку на территории детского сада Номер 404, что на комплексе ППИ Заметила Виктория Тихова Посмотрите-ка, как профессионально она гоняет мяч Тем временем от Артема Старожука мы узнали о том Что детвора в Перми уже открыла купальный сезон Конкретно на Минжинского 13 Ну а телезрительский кадр дня у нас нынче от Михаила Пермякова И здесь, как говорится, без комментариев Цветущий каштан Нам остается лишь напомнить, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели На этот раз победитель получит в подарок набор для семейного чаепития от телекомпании «Рефей Пермь» Свои сообщения, фото и видеоматериалы вы можете передавать, как всегда Через приложение «Вайбер» на номер 8 951 952 02 22 Мы же на этом прощаемся Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей Удачи и до скорой встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова